Как вести себя при пожаре или ДТП? Что делать до приезда спасателей? Об этом ежедневно пострадавшим рассказывают операторы Единой дежурно-диспетчерской службы Каспийска. Именно они являются связующим звеном между поисково-спасательными службами и пожарными частями МЧС, а также бригадами скорой помощи и полиции. Ежедневно сообщение о происшествиях в городе Каспийск принимает дежурная смена, в состав которой входит 4 оператора 112 Единой дежурно-диспетчерской службы города. Специалисты помогают определить место происшествия, побороть волнение, оказать психологическую поддержку. В ЕДДС круглосуточно поступают более 300 сигналов о происшествиях со всей территории Дагестана. В режиме реального времени операторы отслеживают информацию об обращениях в скорую помощь, полицию, пожарную часть, проблемах в сфере ЖКХ, а также проводят консультации по различным вопросам. Каждый сигнал имеет свое цветовое обозначение. Если, допустим, консультативное обслуживание, то вызов у нас загорается зеленым цветом, то есть была консультация по скорой, полиция, пожары, то есть 01, 02, 03 у нас загорается красным. В пункт управления ЕДДС входят несколько компьютеров, два стационарных и мобильных телефона, а также IP-телефон для внутренней связи. Оперативный дежурный имеет доступ к облачному видеонаблюдению, через которое он может отслеживать обращения на тему пробок или ДТП. У нас здесь есть личный кабинет, это электронный паспорт безопасности города, который каждый день должен редактироваться. И какую-то любую имеющуюся информацию я могу брать оттуда. Также на одном из компьютеров установлен пункт оповещения населения, доступ к которому имеет оперативный дежурный и главное управление МЧС. В нем хранятся информационные тексты, которые будут использоваться при возникновении ЧАЭС. Будь то это техногенные или же природные какие-то эти катастрофы, у нас уже готовый текст имеется, который мы включаем. И 14 узлов, 14 точек по городу Каспийск, то есть они будут оповещать. На МЧС России возложено множество задач, но основные из них обозначены в дивизии. Предотвращение, спасение, помощь. И сегодня, благодаря высокому уровню профессионализма сотрудников ЕДДС Каспийска и их оперативной работе, жители города никогда не останутся одни в беде. Анастасия Сидоренко, Гаджи Гаджиев, Новости, телеканал Среда.